Добрый день! Говорит и показывает Радио Свобода, телеканал Настоящее Время, программа Археология. Сегодня мы будем говорить о самой настоящей археологии Москвы и снимать культурный слой. Делать это при помощи работ художника Семёна Файбисовича, выставка которого открылась в бывших провианских складах, а ныне Музее Москвы. Давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. В Музее Москвы открылась выставка Семёна Файбисовича «Москва моя». Семён Файбисович – российский художник, отмеченный признанием не только на родине, но и на Западе. Всю жизнь он живёт в Москве, которая стала для него музой. Выставка разделена двумя тематическими циклами. Первый цикл «Мой двор» не может быть описан жанровой классификацией. Здесь всё. Пейзажи, сцены городской жизни и чистые фактуры – это очень честный рассказ наблюдателя, проживающего город. Другой цикл «Казанский В» фиксирует ритм города в его предельном состоянии – с утолки при вокзальной площади. Семён Файбисович схватывает динамику города через игру света и тени. И это работает. Возможно, благодаря особой технике, которую применял художник. Сначала он снимал материал на камеру мобильного телефона, а затем дорабатывал изображения в традиционной технике живописи маслом. Но, несмотря на особую технику, всё же это документальный рассказ, который вдохновлён не искусством, самим по себе, но самой жизнью, самой реальностью, как она есть, в конкретное время и в конкретном месте. И это место – Москва. Сам художник у нас в гостях сегодня – Семён Файбисович. Добрый день. Здравствуйте. И Константин Михайлов, координатор движения «Архнадзор». Добрый день, Константин. Добрый день. Для начала про место. Ведь я понимаю, вы не безразличны к провианским складам. Вы как архитектор там рядом, по-моему, принимали участие в проектировании реоздания РИА Новости. Ну, это, собственно, единственный проект, который я реализовал как архитектор. Дом строился к Олимпиаде 80 в качестве его пресс-центра. И я как раз отвечал за ту часть, что вот к провианским складам примыкает. Это был пресс-центр для иностранных журналистов. И в то время провианские склады были гаражом Министерства обороны. И этот вот фасад боковой был в каких-то пристройках ужасных. В общем, совершенно мусорным. И одна из наших задач. Мы вообще боялись там проектировать. Ну, рядом с таким зданием, по-моему, шедевром просто московской архитектуры. Но нас заставили. Причем объяснили у Пасохина, что... Это же какой век? Провианские склады, Костя, это, по-моему. Это первое четверо XIX века. Замечательный, совершенно такой классический ансамбль работы Стасова. Это Стасов? Да, замечательная вещь. Действительно, очень долго использовалась под гараж. Слава богу, сейчас там музей... А, гараж Минобороны. Да, ну, там были. Гаражи, да. Вот, кстати говоря, здание вот этого пресс-центра Олимпиады, это по тем временам, но, я считаю, был новаторский проект еще и в контексте отношения к историческому городу. То есть, поставлено, несмотря на внушительные размеры, которые требовались, поставлено с максимальным тактом на Садовом кольце. Так это и было нашей задачей, хотя нас склонялись к совершенно противоположному. Там же на проводе ужасная задача. Вот нам говорили, вот видите, где магазин «Прогресс» книжный бывший, вот там ужас. Вот на архитектурном совете говорили, вот как надо себя вести. Вот, чего мы вот так вот этим старым памятником надо... Вот так, это, к сожалению, вот беда наших архитектурных советов, что там до сих пор поощряется вот такое вот смелое вторжение в исторический город, противопоставление себя. А здесь ведь авторы сделали совершенно иначе, да, они вот подхватили вот эту линию провианских складов. И специально подняли этот массив. Да-да, отодвинули свое здание еще от улицы немного, чтобы оно ни в коем случае не давило и не заслоняло соседний памятник для того времени, для конца 70-х годов. Это был очень смелый проект, и слава богу, что он был реализован именно в таком виде. Ну, его повезло реализовать, потому что все в огромной спешке было к Олимпиаде, надо было делать, да? Да. И вот поэтому уже там позволяли то, что иначе бы не позволили. Ну, к вопросу как раз об историческом наследии, о сохранении. Я смотрел вашу выставку, как и раньше, ваши предыдущие работы, которые «Покровские ворота», я вижу, что в ней какой-то очень сильный компонент ностальгии. Вы каталогизируете уходящую Москву, уходящую натуру. Для вас это некий акт прощания, эта выставка? В значительной мере. Московские дворики, вот эти вот случайные люди на вокзалах, бомжи, бездомные собаки. Тут ведь какая история. У меня же был тоже московский проект, вот чисто живописный, в 80-е годы, где я писал портрет советской эпохи, уходящей. А потом был большой перерыв, а потом мне показалось, что вот у новой эпохи появилось свое выражение «Лицо». И я взялся за его портрет, за ее портрет. И первоначально ощущения ностальгии не было, потому что я вот просто тем языком, который я придумал для разговора о сегодняшней Москве, я о ней рассказывал. А ностальгическим проект становился постепенно, по мере того, как Москва начала преобразовываться, там Лужковым, потом Собяниным добиваться. И вот те фактуры, с которыми я всегда общался, имел дело, и в советские времена, и вот вернувшись к живописи, они начали на глазах просто исчезать. А какие это фактуры? Что это? Ну, это вот, я не знаю, подворотни, пустоши и пустыри, жизнь во дворах, вот, я не знаю, трещины на асфальте и следы помета. Потому что в Москве невероятно важна, мне кажется, энтропия пространства. Москва вся состоит из каких-то щелей, случайных закоулков. Такая неструктурированность московского пространства. Мне кажется, что это всегда было способом ее выживания. Потому что если в цивилизованном мире энтропия – это разрушение, это дорога к хаосу, от космоса, то московская энтропия – это, наоборот, дорога к жизни. Потому что космос, он античеловечен здесь, по определению. В данном случае, плиточный космос, который сейчас замещен в Москве. Ну, изначально это был большой стиль, теперь это вот эта вот плитка, которая вот как казарменный плац везде стелется. Или колумбарий. Колумбарий – это вот эти декоративные формы. Вот они больше всего колумбарий напоминают. Там эти искусственные цветы, какие-то гранитные плиты. Знаете, какой-то анекдот есть хороший? Как Собянин выходит на Тверскую и смотрит. По улицам плитка, по тротуарам плитка, по домам цоколем плитка. Поднимает голову вверх. И голос сверху даже и не думай. Костя, а где, по-вашему, сейчас сохранился дух вот той старой Москвы, которую мы еще застали, может, по нашим студенческим временам, по 80-м годам? В каких районах? Может быть, ответ двойного, скажем так, содержания. Можно сказать, везде. Можно сказать, нигде. Дело в том, что, если говорить о ностальгии, то, наверное, у каждого поколения, если пытаться немного глазами историка смотреть, у каждого поколения предмет этой ностальгии свой. Мы, например, можем ностальгировать по московским дворам 70-х, 80-х, в которых мы росли, со всеми вот этими какими-то милыми несуразностями, которые кажутся такими спустя годы. Хотя при этом надо понимать, что это были дворы уже в достаточной степени не осовремененные, оккультуренные, да, и сильно изменившиеся, например, по сравнению с их же состоянием в 50-е годы, когда они, предположим, были заставлены все какими-то дробляными сараями, еще сохранявшимися от той предыдущей патриархальной Москвы. Да, если отступить назад еще лет на 20-30, да, мы бы столкнулись с другим образом этих дворов, которые, видимо, тоже были объектом чьей-то ностальгии. И я думаю, что вот те, скажем так, юные поколения, которые вырастают сейчас, они когда-нибудь будут ностальгировать по дворам в том состоянии, в каком они их застали сегодня. И считать это духом и контэссенцией какой-то старинной Москвы, по крайней мере, в центре города. Поэтому вот эту вот материю... Вопрос поколенческий. ...старую Москву, ее ухватить, что называется, очень трудно. В каждый момент среза, да, времени она какая-то своя. Ну, хотя, конечно, есть какие-то районы, более-менее сохранившие, ну, общий такой облик, да, колорит, в который можно... В который, как бы, порождает эти воспоминания заново, да, иногда совершенно не похожие на реальность. Ну, там, Ивановская горка, например, район Покровки, да, Петровки отчасти. Ну, в основном они все... Покровка, вот между Покровкой и Яузной, мне кажется. Да, вот между Покровкой и Москвой, и вообще вот все вот это пространство, которое из-за своего сложного рельефа оказалось наименее затронутым преобразованием по сравнению с остальными. Не зашел, да, вот только, ну, как была убита, скажем, Остолженко и Причистенко новым девелоперам, все-таки Покровка и Петровка немножко избежали этой печальной участи. Вообще, если так посмотреть, то вот восточная часть города, она как-то вот такая вот, до сих пор, вот это, возможно, какая-то ее особая судьба, она вот до сих пор такая вот более патриархальная, более спокойная, имея... Вот туда не стремиться. Вот парадные бульвары заканчиваются где-то, предположим, на Пушкинской площади, да, за ним начинаются уже такие вот, немного более допотопные, да, то есть эти две половины бульварного кольца, например, резко отличаются по духу, по насыщенности. А там, мне кажется, что такая вот, я не знаю, там топография Москва и Семеновна согласились, что Запад, он при власти, а Восток, он при людях. Запад, я бы сказал, еще с 16 века в основном в опричнине, а Восток был земщиной, возможно, это вот до сих пор какой-то отпечаток на судьбу накладывает. Кстати, да, деревни Ивана Грозного там на Западе были. Они везде, конечно, были, там были вкрапления, но в основном вот это вот, то, что называлось аристократической Москвой, там Сен-Жерменом Арбат, да, это бывшая опричнина, например. Почему так это получилось? Это вот поди теперь, разбери. Хотя, например, в 17 веке, наоборот, привилегированные барские районы Москвы, где, как это говорилось тогда, набольшие бояре строили себе палаты, это как раз восточная часть Москвы, вот там по обе стороны Покровского бульвара. И самые парадные царские резиденции были к Востоку. Потом постепенно Восток опять стал фабричным таким, фабрично-купеческим предместем, и блестящая жизнь отклынула в другую половину. Диалектика. Нет, ну вот это... Там и осталось, да? Вот я живу на Разгуляе, и там как раз вот это вот фабрично-купеческое, два эти начала наиболее интересно переплетаются, потому что... Ну, фабричные в основном возникли уже при советской власти, хотя... Ну, еще и там... Ну, после строительства вокзала... Начиная с реформы 61-го года, когда толпы массы народа хлынули в Москву на заработки, большего крестьянского, вот там... Да, ну вот сочетание, как бы, места, которые чуть ли не единственное в Москве не горело в пожаре 812-го года, и там деревянные усадьбы до сих пор сохранились, и при этом Мельниковский гараж, вот эта полубаранка, и вот очень интересные стыки, и вот эти бомжи, которые от трех вокзалов... Это, собственно, герой вашей живописи, ваше фото, и затем вашей живописи. Разгуляй, три вокзала... Ну, поскольку я с 91-го года там, с той поры они... До этого я был на Покровке, и, соответственно, Покровка была моим местом, да. Это, собственно, такие... У меня микрородины такие немалые, как можно... А как вы назовете ваш творческий метод? Это что, фотографический реализм или... Это вообще вид реализма? Ведь, я думаю, нашим зрителям будет и слушателям интересно, если вы скажете, как происходит, собственно, создание вашего. Вы делаете плохую фотографию изначально, да? Ну, не плохую, а в смысле низкого качества, в низком разрешении. Да. Там, мобильным телефоном простым. Да. Это... Да. Ну, я вроде еще не был об этом влечен. Нет? Это сначала плохая фотография, потом игра с ней в фотошопе, такая цифровая живопись, но я использую те ресурсы, которые меня ведут вот кругом, к моей живописи, к моей руке. Какую-то фактуру, наверное, вытягиваете. Вот вам стена дома. Я... В зависимости от того, что за сюжет, чего он хочет, как я вижу его, чего он хочет сказать, вот я это из него вытягиваю. И с тем, чтобы потом, после этой печати на холсте, на настоящем художественном, уже традиционной живописью, прийти ровно к тому результату, который мне нужен. То есть, это не фотография, это не цифровая работа и не живопись, это соединение этих трех элементов в новую качество. То есть, прорисовка живописью, маслом поверх фотографии, печатной на холсте. Ну, поверх печати. Поверх печати. Это уже не фотография, а вот такая версифицированная фотография. А вы не сталкиваетесь с таким отношением, что вот у нас говорят, ну, это фотография, художник мало вложил. Хотя я понимаю, что ваши работы, они некоторые вообще по полмиллиона долларов забирают и на аукционах уходят. Но вот нету такого отношения? Нет, здесь постоянно. Дело в том, что в России очень низкая визуальная культура и вообще на Западе отношение к фотографии, оно там столько же стоит, сколько живопись. А здесь вот сколько намазано. Это вот сюда вот подходит. Жирный мазок. Притом, что я могу сделать так, чтобы все равно никто не заметит. Где там мастерство. Акме. А при этом вот страшно важно, чтобы побольше было намазано. Ты же мастер, мол, покажи себя. Если не показал, значит, что это такое? За что тут платить? Ну, и все-таки это реализм? Да. В известной... Я думаю, что это реализм в той же степени, что и импрессионизм. Потому что я передаю не один в один реальность, да, а свое ощущение от нее стремлюсь как-то сообщить зрителю. Ну, и, с другой стороны, это критический реализм. Продолжение традиции передвижничества. Да, вот это такое... Сочувствую взгляд. Я не знаю, хочу Константина спросить, потому что, глядя на картины Семена, я думаю вот о таком термине, как эстетика безобразного. О том, что в нашем пространстве, российском и московском в частности, очень совершенно особую эстетизацию происходят вот какие-то такие некрасивые вещи. Свалки, задворки, дворы какие-то, лица бомжей. В свое время архитектор Леонид Нерлер писал статью такую «Культура хамства», в которой говорил, что вот как-то так российское пространство в силу своей такой энтропийности, может быть, оно так искажает здание, оно так искажает интенцию архитектора, художника, что вот получаются такие милые, но некрасивые объекты. Мне такие теории не близки, российское пространство, на мой взгляд, ничем от других не отличается. Другое дело, что люди с этим пространством обходятся не так хорошо, как оно его заслуживает. Я, конечно, ни разу не художественный критик, но вот, слушая, как рождаются картины, мне кажется, что это примерно такая ностальгия в живописи, если можно так выразиться, может быть, автор со мной не согласится, потому что, наверное, это нереализм. Подобно памяти, которая при ностальгии проявляет какие-то черты того, что нам дорого в прошлом или того, что нас когда-то задронуло, поразило, запало в душу, мне кажется, что вот Семен делает примерно то же самое, исправляя немного реальности, выделяя в ней то, что ему кажется в ней знаковым, важным. Я ее не исправляю. Я ей даю слово просто. Может быть, проявляете, даете проявиться каким-то важным акцентом, задушевывая второстепенным. Мне как раз очень важно не нажимать, в отличие от того, что принято, что в изобразительном искусстве, в том числе в современном, что-то, что, прозе, там, где угодно, да, вот на что-то нажимать, вот гнать какую-то там волну. А мне как раз важно сообщить вот то комплексное ощущение от жизни, вот где смех и грех, и восторг, и ненависть, и любовь. И вот, когда ты на это смотришь, вот на Москву, на то, что с ней и в ней происходит, то вот на тебя нахлынувают сразу все чувства, как тобой овладевают. И вот, в таком виде и донести до зрителя, вот мне интересно как раз передать это. Неоднозначное ощущение. А вот что касается эстетики безобразного, то просто безобразного было, причем в обоих смыслах, и безобразного, и безобразного было так много. Мы вырастаем в этой атмосфере, да, и в этом пейзаже, когда какие-нибудь величественные произведения, архитектуры, например, стоят среди свалок и помоек, да, или по соседству с ними лепятся какие-то абсолютно неэстетичные здания. Мы привыкли к этому, да, вот как-то... Бронированные двери. Несколько лет назад я шел по 2-й Балманская улице, есть такая бывшая улица Коровий Брод, в районе, кстати, в том же вот районе, неподалеку от Разгуляя, и там вон стоят роскошные, один за другим, роскошные дворцы Москвы 18-19 века. А перед ними вот что-то невообразимое, вот какая-то канала, тянувшаяся вдоль улицы, значит, там разрыты кучи песка и земли, валяются, значит, какие-то повальные столбы, аград, тут же какая-то свалка притулилась. Вот это вот парадная улица Москвы 18-го века. Сейчас, слава богу, там уже гораздо стало лучше. Прибрались. Я думаю, вот это вот благоустройство Москвы, которое в последние годы так широко обсуждается, это какая-то вот попытка власти, ну вот с теми, скажем так, представлениями о прекрасном, вот ликвидировать вот эту вот эстетику безобразия, наконец, да, и приблизить, город каким-то европейским стандартам, так, как они их там воспринимают, конечно. Об этом как раз поговорим в следующей части нашей передачи, о благоустройстве, о сабинизации, о плиточной Москве, о вот всей этой... И у людей, и у ценителей, и чтобы с этой темой закончить с безобразным, ну, выработалось даже какое-то особое зрение, как мне кажется, вот способность вот сосредоточиться на чем-то, что красиво и дорого, не замечая того, что происходит вокруг, в том числе, не замечая, собственно, и вот той социальной ткани, в которой стоят эти шедевры, и то, как встроены ли они как-то в окружающую жизнь, или вот как будто с другой планеты заброшены. Это отдельная тема. Это, собственно, это социальная ткань и показывают работу. Ну да, вот это воздух, атмосферу. И вот как раз я хотел сказать, вы упомянули про решетки, а я вот еще в начале 2000-х, у меня был период, когда я занимался фотографией авторской, и вот я, значит, для чего-то начал снимать решетки во дворах, и вдруг обнаружил, что это огромная тема, что они на самом деле страшно смешные, очень разные, то есть вот при всей этой дежурности, типологичности, всего остального, там-то такое творчество с этими вот решетками на первых этажах, что у меня возникла большая серия вот этих вот оконных решеток. Я бы каталогизировал заборы, но это, конечно, тоже отдельная совершенно тема. Заборы у меня тоже есть. Я, собственно, водосточные трубы, Нет, именно заборы, это, конечно, такая политическая очень вещь, она вообще раскрывает всю политэкономию, всю социальную и российскую пространство. И она разбивается на две темы. Строительные заборы, это отдельная как бы песня, и вот заборы, о которых вы говорите. Да, заборы бытовые. Ну, оставим это для одного из наших следующих, для одного из следующих эфиров. Напомню, что у нас в гостях Константин Михайлов, Семен Фабисович. Мы вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на телеканале «Настоящее время» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов и художник Семен Фабисович, выставка которого открылась сейчас в Музее Москвы при содействии галереи Реджейна, выставка, которая каталогизирует уходящую Москву, уходящую московскую фактуру. Ну, и мы говорим о городе, о том, как нам понимать Москву, как эстетически воспринимать Москву. И здесь я хотел бы сейчас поговорить о такой вещи, что Москва — это невероятно многослойная вещь. Это полимпсест, где постоянно новый текст пишется поверх старого. И об этом следующий сюжет нашего корреспондента Антона Смирнова. Это район называется Преснь. Еще одно его название — это Три горы. А вот сами Три горы сейчас фактически уже и не видны, поскольку застройка, которая здесь стала формироваться, с конца XVIII века фактически снивелировала рельеф. И город постоянно перестраивался и перестраивается. Ну, такая судьба Москвы, она постоянно обновляется. И, конечно, мы утрачиваем огромное количество исторического наследия. Это жалко. И должен быть контроль над тем, что сейчас происходит в городе, особенно с исторической застройкой. Но изменение Москвы, к сожалению, уже не остановить. Оно происходит, и Москва переваривает огромное количество сооружений, зданий, которые сначала кажутся абсолютно вызывающими, но потом уже становятся неотъемлемой частью этого города. И, на мой взгляд, прелесть Москвы в том, что это сочетание несочетаемого. Историческое наследие, прежде всего, конечно, это понятие и юридическое, и это определено и в законе города Москвы, и в тех охранных статусах, которые имеют здания. Многие здания сейчас находятся на рассмотрении как возможные предметы охраны. И, прежде всего, это здания, которые как и выявлены среди исторических построек, так и относительно современные сооружения, которые уже строились в советское время, поскольку время идет, и отношение к этим сооружениям тоже меняется. Если посмотреть даже на этот дом, он не является типовым. Это индивидуальный проект, это кирпичное здание, причем здание, которое проектировалось как комплексная реконструкция этого района, является частью ансамбля тех огромных кирпичных домов, которые здесь были построены в 70-е годы. Конечно, они здесь очень спорны в этом районе, они масштабны, среди вот такой малоэтажной пресни, но, тем не менее, это тоже доминанты, и в общем облике этого района они являются неотъемлемы. Тем более, что архитектура этого периода, она еще не до конца изучена, она вызывает скорее отторжение. Хотя уже исследователи и историки архитектуры начинают постепенно переоценивать этот период. Поэтому возможно, что и этот дом, который, кстати, является нетиповым, за моей спиной, тоже станет объектом культурного наследия. Константин, согласны с Денисом Ромодиным о том, что Москва все переварит? Какую и не кинь в здание постройку на грудь? Москва, так сказать, подумает, пожурчит немножко, ну и как бы апроприирует все, что было. Ну что ей несчастное остается? Она как бумага все терпит, нет. Ну там в Петербурге нет, в Петербург такие вещи они бы разрушали, а Москва, она как такая мясорубка какая-то урчащая. Ну, я эту теорию тоже не очень люблю, потому что ей часто пользуются, чтобы оправдать очередное архитектурное злодействие, всадить какого-нибудь монстра в середину исторических кварталов. Говорят, вот, ну в Москве всегда так было. Всегда что-нибудь строили новое, народ, народ. Старое, строили новое, хотя, так сказать, были в развитии Москвы периоды, когда она смотрелась ну таким достаточно ансамблевым городом, это период перед Отечественной войной 12-го года, в общем, период, скажем, времен Александра III, да, и даже, ну, предреволюционный, да, когда стал другой ансамбль вырисовываться, несколько более масштабный, там, состоявший из пяти-шестиэтажных кварталов доходных домов, ну, затем все это было, конечно, безжалостно нарушено, и наша, я думаю, цель сегодняшняя не умножать число этих злодействий, безобразий, да, наоборот, стараться сгладить какого последствия этого, уж тем более не допускать диссонирующего строительства в исторических районах, поэтому Москва, конечно, многое претерпела, но не следует эти страдания приумножать и увеличивать, да, не нужно упорствовать в злодеяниях, надо, наконец, обдумать, что с городом произошло за последние 200 лет, да, и попытаться как-то его стабилизировать, его состояние. Ну, то есть, адаптационные ресурсы в Москве большие, но они не бесконечны, и, по-моему, сейчас как раз происходит уже вот этот грань переедена. Ну, это опять-таки еще, начиная с Кружкова. С того, о чем мы начинали, да, вот то, как ностальгия, видимо, у каждого поколения своя, так точка невозврата, за которой кажется, что все уже, все потерянное, исторический город утрачено, она тоже у каждого поколения своя. Мы, например, вот остро переживали утрату, не знаю, там, военторга или домобалконских на воздвижники, казалось, что это какое-то вот потрясение основ, этого не могло быть, но в то же время я представляю себе, что видели, вернее, что думали люди, там, скажем, 30-х годов, да, наши коллеги из тех времен, когда на их глазах рушили Сухареву башню или Церковь Успения на Покровке или Чудов монастырь в Кремле взрывали, Китайгородскую стену, Китайгородскую стену, да, видимо, им тогда казалось, что вот это все, вот эта точка пройдена, к сожалению, видимо, у следующих поколений она опять же будет своя, вот эта какая-то точка отсчета, да, они будут... Какие периоды, вы считаете, были наиболее разрушительны для Москвы? Наиболее разрушительны. Сталинская реконструкция в 30-х? Генплан на каком? А вы знаете, вот как ни с правым, я бы не сказал, это вот, потому что при Сталинской, ну, смотря, что считать наибольшими разрушениями, Сталинская реконструкция была в основном точечная, так, чтобы массировано какие-то части города подверглись преобразованию, это были считанные участки, Тверская улица, Первая Мещанская проспекта, Большая Калужская, да, там, где вот все было посудно. Это скорее прихрученное, да, мне кажется, собачья площадка. А все остальное, вот это выбивалось точно, то есть там рушились храмы, да, это были шедевры, это огромные потери, невосполнимые до сих пор. Но, в принципе, старый город сохранялся еще до 50-х годов. А затем пришла вот эпоха постепенных вот таких волновых реконструкций, еще начались они еще при Брежье, просто этого не замечали тогда и не переживали, это опять-таки говорит, о некой сопоставлении ценностей разных эпох. Если мы сейчас, так сказать, сражаемся за каждый исторический домик, за каждый исторический райончик, а в 80-е годы, вот там на том же востоке Москвы, сносили целыми улицами, да, и никто на самом деле особенно не переживал. Ну, еще как считалось, ну, обычные дома, рядовая застройка, таких много, вот там, скажем, снесли всю правую сторону улицы Сергея Радонежского, нынешнюю, например, вот так, да, кто это заметил, кроме специалистов? Да никто. А вот когда доходили до каких-нибудь штучных интересных объектов типа Палата Щербакова, там уже начиналось общественное бурление, движение в защиту и так далее, и тому подобное. Ну, и, конечно, по масштабам 90-е и 2000-е годы трудно с чем-то сравнивать, потому что это было фронтальное наступление везде. Сначала на все свободные участки, которые оставались, потом началось чье наступление? Началось выбивание наступление застройщика или наступление городских властей? Застройщика, поддержанного городскими властями, да, у меня вот был в голове такой образ тогда, что Москва это осажденная крепость, у которой комендант в сговоре с осаждающим неприятелем. Поскольку первые такие сносы, даже памятников, начались в 1994-м году, я это помню отчетливо, и они делались по постановлениям Юрия Михайловича Лышкова. То есть он сознательно нарушал действовавший на тот момент закон, запрещавший памятник сносить. И ничего, небеса не прогневались, земля под ногами не разверлась. И так вот постепенно, попробовав свои власти, так сказать, свои зубы на отдельных участках, поехали уже массированы по всему городу. Сейчас, слава богу, вот этот накат несколько сбавил темпы. Из-за чего? Из-за деятельности градозащитной из-за какой-то активности гражданского общества? Люди уже все больше встают на защиту парка какого-то, деревья. Я думаю, что это повлияло то, чем мы все занимались в конце 2000-х годов. Эта тема стала одной из главных тем городской повестки. Тема градозащиты и сохранения пространства. Тема сохранения исторического города, памятников. До того у меня не было такого ощущения. В 90-е годы мне вообще казалось, что это в городе интересно человек 20-30 понимающий. Несколько журналистов, несколько экспертов, которые осмеливаются открывать рот на эту тему. Потом началось уже такое массовое брожение, которое стало рождаться, когда реконструкция стала затрагивать даже не самые ценные объекты, а те части города, которые в сознании людей казались неотъемлемыми частями образа. Детский мир, военторг. Люди вырастают с ощущением, что у нас есть основы бытия такого московского. Детский мир. И когда манеж, и когда это все стало либо полыхать, либо гореть, начало рождаться массовое сначала сомнение, потом протест. Сейчас, когда эта тема стала одной из главных в зоне общественного внимания, все-таки заставила власть более тщательнее. Мне кажется, что здесь, говоря об этих самых наслоениях, очень важно все-таки ввести понятие качества. Потому что можно как угодно относиться к сталинскому большому стилю, но это была качественная архитектура. Более или менее удачная, но это было понятно, откуда это росло, и у этого была своя эстетическая база, своя затея создать идеальный город коммунистического завтра. Потом Хрущевские игры и дальше Брежневские это пустое место. Что они строили, это лишено какого бы то ни было архитектурного, художественного качества. Многие эксперты с вами не согласились. А мне не важно, согласятся они со мной или нет. А вот начиная с Лужкова это пошло агрессивное вот безвкусие. Вот этот вот позор как способ решения нового городского пространства. То есть в этом смысле там Лужков и Сталин они в одном каким-то образом похожи, потому что это очень агрессивно и активно в идее вот создать фасад нового мира. У Лужкова он свой клюквы, а у Сталина свой. Но по архитектурному качеству разница огромная, потому что можно говорить о том, как большой стиль соотносился со старым городом, но это был свой разговор интересный, а все, что делалось в Лужковские времена, это просто по ту сторону добра новодел такой. Я никогда не поверю, что это когда-то впишется и станет восприниматься как эстетика, потому что это агрессивная антиэстетика, это безвкусие как программное занятие. Это одна из тех позиций, по которой вы прощаетесь с вашей Москвой уже сейчас, когда вы переехали жить отсюда. Что это уже не ваш город, размеченный такого рода архитектурными монстрами. Лужков начал полномерное уничтожение той Москвы, в которой я жил, начиная с раннего детства в Лихобород. Но он подобно Сталину, он создавал некоторый фасад той России, которую он видел. А за этим фасадом все-таки оставались такие-то места, где можно было выживать, где эта энтропия творила свое богоуводное дело в контексте Москвы. А Лужков Собянин взялся ровно за зачистку оставшихся этих мест, чтобы ничего не осталось. И вот тут это уже начинаешь чувствовать себя в чужом городе, в котором просто некуда податься. Вы разделяете, Костя, вот этот критический пафос, который и в наших передачах очень часто мы говорили и много доводилось и писать и читать об этом. Собянин как уже некая окончательная зачистка превращения Москвы в крематорий, колумбарий или такой гранитный плац, создание регулярного города. Я думаю, что у каждого преобразователя наши руководители за редкими исключениями стремятся быть еще преобразователями. Есть свой, это вот, кстати, если почитать документы, материалы, начиная с 30-х, даже с конца 20-х годов, то рефлеент примерно один и тот же, когда приходит новая команда, что вот до нас было что-то ужасное, темное царство, не убранное, несуразное, непросвещенное, а вот мы сейчас вот создадим образцовый, и дальше только различаются определения, образцовый коммунистический, образцовый исторический, образцовый европейский город, до нас была темная степь, а мы носители какого-то сокровенного знания, воины света, мы придем и сейчас здесь устроим полный пафос в общем-то и сталинского времени, создание современного города, во многом, кстати говоря, справедливый, потому что сталинские генпланы 30-х годов, они были очень профессионально сделаны, и по ним город развелся фактически следующие 50-летние, несмотря на весь катастрофические последствия для исторического города, которые они несли, потому что они его просто практически не учитывали или не считали ценным, сохраняя только отдельные памятники, как какие-то игрушечки на фоне своих достижений. Но я думаю, если наследовали конструктивистскому пафосу разрушения, создания нового мира, я вспоминаю, тот же Корбюзье предлагал снести весь центр. Вот это творчество как разрушение, это тема 20-го века на самом деле. Модернизм большая. Жесткий, жесткий сталинский Он не может ужиться в архитектуре это особенно чувствуется, потому что это не картина, одну снял со стены и поместил в запасник и на ее место повесил другую. Здесь всегда это сопровождается жертвами строительства. Но дело в том, что люди строят идеальный город по своему представлению. Лужков строил образцовый исторический город, как ему казалось, образцовую старинную Москву. Это была программная установка, связанная с восстановлением храмов. Я излагаю то, как мне это видится. То, что низким было качество архитектуры, а высокому нет куда взяться, потому что если сравнить, например, с неорусским стилем 20-го века, с работами Щеусева, Шехтелеса, Покровского и прочих тарифеев тогдашних, было же очевидно, что они вот эту старинную культуру, которую как раз тогда открывали и осознавали вплоть до открытия Троицы Андрея Рублева, они ее прочувствовали, они ее любили и они чувствовали ее дух. Поэтому их произведения были одухоторены и мы их до сих пор ценим. Архитекторы Лужковского призыва, скажем так, ну вот велело начальство строить в русском стиле с башенками, кокошниками, ну будем так. В этом не было любви и не было одухотворенности. То есть вы считаете, что это была сознательная установка на понижение качества? на работу под вкус Лужкова. То есть это первый человек вообще в истории Москвы, который, но ведь при сайской власти существовало коллективное мнение, да, и вот какое-то ощущение, что есть вот что-то такое, чему вот надо соответствовать. Вот это горкомовская архитектура, обкомовская, вот, а Лужков решил, что вот как ему нравится, так и, что ведь его крылатые выражения, это сделаем как раньше, только лучшее, как лучшее, вот не то, что вы говорите, у него много прекрасных формул, вновь построенный памятник архитектуры, в официальных постановлении. Лучше, это значит, как ему нравится, а он человек глубоко невежественный и не считающий, что себя невежественным, без всяких рефлексий. И вот то, что он сотворил, это беспрецедентно, мне кажется. И он рекрутировал соответствующие народы для реализации этих своих на поле. Это что рекрутировал, просто люди соглашались так работать. Для многих архитекторов это было неприемлемо, они говорили, нет, я лучше отойду в сторону, Лучшие архитекторы им не давали возможность участвовать, потому что они в силу своих свойств они бы в эти игры не играли. Поэтому они просто в этом не участвовали, участвовали троечники, те, кто вообще бабки платит. Кто соглашался играть по этим правилам, те и участвовали, это всегда так бывает. А Сергей Сибиревич, возвращаясь к нему, строит образцовый европейский город, опять же, так как ему кажется. Опять же, на уровне его собственных представлений. Безусловно, да. Это проблема авторитарного градостроительства, авторитарной модернизации города, собственно, отражение вообще авторитарной модернизации российского пространства, просто преломленное в городском масштабе. Я не знаю здесь других случаев модернизации, кроме такой. Нет, но почему город западный все-таки органический? здесь. А, здесь в России, это да. те же Шехтель и ну, все эти вот ребята, которые делали постмодерн, это же все-таки отголоски европейского модерна, это часть европейских и вообще мировых процессов, Кюгенштиль, Ордеко. Да, да, и потом конструктивизм тоже это имеет аналоги, что мы знаем. А здесь как бы Россия выпала. Это беспрецедентно. Напомню, напомню нашим зрителям, слушателям, что вы смотрите программу археологии, обсуждаем проблемы Москвы с Константином Михайловым, Семеном Фабисовичем вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте, программа археология на телеканале Настоящее время на радио Свобода в студии Сергей Медведев. В гостях у нас координатор движения Архнадзорка Константин Михайлов и художник Семен Фабисович, выставка которого посвященная Москве, московские сюжеты открылась в музее Москвы на парке, около метро Парк культуры на Зубовском бульваре в бывших провианских складах. Всех туда зовем посетить, посмотреть. А мы говорим о том, о той уходящей Москве, которую каталогизирует Семен Фабисович в своих картинах и о тех способах взаимодействия города и власти, которые за столетия сложились в Москве. И, в частности, это разговор о том, как внутри этого города власти живут отдельные индивидуальные люди. Об этом наш следующий сюжет корреспондента Антона Смирнова. Два года назад я искал себе жилье и ходил, спрашивал у дворников, у дворников посетят, это дом пустой, если там найдешь хозяева, может, получится. я пришел сюда, подъезд был закрыт, на ключ, но я нашел вход сюда-сюда, оказались все квартиры пустые в нашем подъезде. Я искал, начал искать собственника, нашел собственника, и поговорил, почему бы нам не сдать. И договорился, чтобы нам сдали. Мы арендовали две квартиры, на втором этаже, на третьем. И уже через месяц будет два года. Эти квартиры были пустовали, больше 20 лет, потому что их 90-е годы расселили. Половина квартира в этом доме отошла строительная компания, а половина квартира отошла городу. И там вопрос собственника вырешался более 20 лет, поэтому квартиры были абсолютно пустые. Когда мы сюда подняли, здесь был очень толстый слой пыли, не было батареи, ни света, ничего, никакой сантехники, ничего, абсолютно просто голые стены и все. И все в стены потеках. Мы полгода переводили в порядок. Только заехали, еще не было отопления, ничего, и сделали уже первый концерт через три дня. И так первый концерт назвали «Концерт еще в не открытом пространстве». И так припевали название «Еще в не открытом пространстве». Мы заселяем только творческих людей и близкие по духу, по состоянию, и людей, кто работает, кто именно что-то создает, что-то новое. И мне нравится, что таких людей у нас к нам приходят, и мы друг другу помогаем в работе. Кто-то художник помогает кому-то в кино или в выставках, что-то еще. Мы друг другу помогаем. Тут самое важное помогать друг другу расти, как творческая личность. На первом месте у нас творчество стоит. На последнем месте может быть комфорт. Я пришел, посмотрел, первоначальное пространство было абсолютно другим. Но мне показалось очень интересным с точки зрения того, что это не похоже на стандартный быт. Такое место навевает другие мысли, пространство навевает другое мышление, ну и, соответственно, продуктивность увеличивается. Но поскольку для меня, как для творческого человека, очень важна продуктивность, я выбирал место по тому, как оно меня вдохновляет. Я занимаюсь контембери-арт, файн-арт. Это образ жизни, очень популярное искусство на Западе. То есть артист. Человек не рисует, там это не пускостное, там искусство, да, то есть там не постпанк какой-то, там какой-то авангард. То есть это все для меня неинтересно, неактуально. Я больше, скорее, в современной какой-то эстетике. Ну, вокруг меня очень много инфантильного. У меня такое, типа, образ жизни более, ну это и есть мое искусство, то есть, ну, более концентрированный образ жизни, чтобы он был читаемый, чтобы он был навязчивый и местами экономический. То есть, ну, то, чем я занимаюсь, скорее, это я задаю образ жизни. Я стараюсь, стараюсь жить в ритме с домом, поэтому, естественно, мне история, на самом деле, важна, но я это чувствую внутри себя, я не важен, там какая-то информация приходится, мне главное чувство внутри это. И мы стараемся меньше изменять, вот стараемся не делать, не клеить обои, не носить свою краску, минимум изменений, чтобы сохранить, вот как можно больше сохранить, на самом деле, чтобы войти просто в ритм дома. И, в принципе, это, на самом деле, очень много дает в творчестве. Если все менять под себя, делать красиво все, как это принято, этот дом тебя съест. Вот такая, мне кажется, типичная городская история, урбанистическая, из которой, собственно, и состоят мегаполисы. Типичная, мне кажется, больше для 90-х или, скажем, для Петербурга, чем для нынешней Москвы. Как вы считаете? Я согласен. Вот такие сквоты художественные, квартиры. В Москве, может быть, такое можно найти, но, вообще говоря, это там трудно себе представить. На самом деле, художественных, может, и немного, а вот это один из парадоксов, что Лужковская администрация, она себя всегда позиционировала как крепких хозяйственников, и при этом у крепких хозяйственников так в несколько сотен домов в историческом центре вот так вот годами стояли, пустовали, развалились, нами горели. Это, на самом деле, опасное занятие, поскольку много было таких вот случаев, то, так как это все полулегально и все схвачено на живую нитку, включая электричество и отопление, то пожары, то прорывы каких-то городских систем и тому подобное. Таких мест было очень много, несколько художественных, а больше просто люди вот жили, те, кого называют гастарбайтерами или те, кто другие, кто приезжает в город. И сейчас они, в общем-то, есть. А коммунальных квартир много? Некоторые такие места знаю, значит, не считал. Ну, вообще. Фактически, вот такие вот коммунальные дома возникают, в которых люди живут непонятно на каких основаниях. Их в центре, в общем, еще достаточно много, хотя в последние годы, конечно, они один за другим постепенно исчезают, поскольку все-таки находятся хозяева. А вы как-то воспроизводили эстетику коммунальной квартиры? Я ее не воспроизводил. Я просто так же, когда, поскольку я жил в коммуналке, то начав после окончания архитектурного института заниматься графикой, вот у меня мои первые графические работы, они как раз на тему вот этой коммунальной жизни. И такая первая программная работа называлась «Тайт. Это чудо стирки», где я себя изображал в отражении. Такие были полочки с зеркалами, с арочными зеркалами, вот где там это. И в коммунальной квартире их вот несколько так в ванной висело, они были по-разному открыты, вот отражение одного в другом, а сверху такое вот достижение цивилизации, «Тайт» порошок появился там, неизвестно откуда, ну, наверное, с кем-то задружили там. «Тайт» — это чудо стирки, вот, собственно, он стоял наверху. В общем, вот это коммунальные фактуры, они моими первыми героями и были. Да это же такая концептуальная вещь, скорее, да, в духе Кабакова, показ такого коллективного тела. Ну, я тогда с Кабаковым просто не был знаком, поэтому и концептуальных затей не было. Ну, сейчас, глядя на это, это очень, по-моему, такое сильное концептуальное. Ну, можно уже встроить в эту историю, хотя, опять же, не было никакой программы, не было никаких акцентов, а просто вот это то же самое, чем я сейчас занимаюсь. Вот что вижу, а там пою. Вот этот сюжет, мне кажется, Костя, он выводит на очень большую проблему того, что принадлежит ли город горожанам. Хорошо, пускай даже не вот эти вот такие, так сказать, да, артистические повороты, но в целом по основным городостроительным решениям, по той же плитке, по сохранению исторического наследия, по планированию. И симуляция этого, да, в виде там активного гражданина, она только подчеркивает то, что город не принадлежит настоящим его обитателям. Это всегда некая авторитарная утопия власти. Ну, знаешь, вот сейчас Лужкову, конечно, принято ругать и критиковать. Есть за что. Я никогда не думал, что когда-нибудь буду вспоминать его времена с некой ностальгией. Ее, в общем-то, и нет. Но, по крайней мере, он, как человек, увлеченный вот этим архитектурно-городостроительным процессом, он все-таки не порождал его единолично. Существовала некая институция в виде совета. Он там в разные времена по-разному назывался. Он туда приходил, и можно было с ним подискутировать на темы проектов, в совершении и прочее. Это был, конечно, очень своеобразный диалог. Он ввел его в особом свойственном ему стиле, который, как правило, заканчивался тем, что там закон — это не догма, а повод пофилософствовать и тому подобное. Это крылатые выражения, которые еще будут передаваться из поколения в поколение. Но, тем не менее, хотя бы какой-то вот такой диалог существовал. Сейчас я не знаю, где вообразить такое место, куда может прийти Сергей Семенович Собянин, чтобы с ним можно было поговорить о его грабостроительных или благоустроительных свершениях. Нет такого совета. Вот как-то я помню, год с лишним назад я выступил на президентском совете, призвав к созданию советов по культурному наследию в каждом регионе, который богат по образцу Петербургского совета, который вполне успешно работает. Там есть совет по наследию при правительстве Санкт-Петербурга, и многое там удается сохранить или направить в нужное русло. После этого президент издал поручение руководителям регионов проработать вопросы, рекомендацию создать такие советы. В десятках регионов они в течение 2016 года были созданы. Я вижу, как они работают сейчас. Там люди обсуждают, встречаются с губернаторами, с главными архитекторами, как-то, значит, там тоже обеспечивают сохранность своих памятников. В Москве глухая стена. Ни совета городского, ни даже совета при Мосгорнаследии, при Департаменте культурного наследия, ничего этого нет. Я прекрасно понимаю, почему. Не нужна такая площадка. Вот есть градостроительная земельная комиссия во главе с самим Сергеем Семеновичем, где решаются на самом деле эти вопросы. В абсолютно закрытом режиме, без присутствия, без участия каких-либо общественных представителей, либо экспертов, без присутствия прессы, подобные с черного ящика оттуда, как вот в свое время, вот помнишь, были такие, по четвергам, по-моему, такие, во всех газетах появлялись краткие сообщения в политбюро ЦК КПСС. И дальше там несколько абзацев. Слушали тот, а решили вот это. Вот примерно в том же стиле появляется сейчас на московских сайтах и в газетах. Состоялось заседание Городостроительной земельной комиссии, решено вот этот проект осуществлять, в таких-то габаритах, в таких-то размерах, в такие-то сроки. Решено вот этот проект не осуществлять, без каких-либо объяснений, без пояснений, почему не нужно или зачем нужно. То есть я отчетливо вижу, что власть городская в посторонних советах не нуждается, и я, так сказать, вижу себя, ну, к сожалению, посторонним на этом произведении жизни в их глазах. А нет этой площадки, где нужно обсудить развитие города целиком и какие-то отдельные проекты. Вот последнюю такую комиссию, которая с 76-го или 77-го года работала, то есть это такая была с огромным бэкграундом, с историей комиссия, которая занималась так называемой несносной, а вопросами сноса исторических зданий, возможно или невозможно, ее еще создали при Спасохине, старшем, при Промыслове. Она работала с брежневских времен под разными вывесками. В том числе и при Собянине был перезапуск ее, и он пришел на первое заседание и говорил, как она нужна и хороша, и как плохо работала предыдущая Лужковская. А потом прошло, вот она поработала, сколько-то там, около 60 памятников, то есть исторических домов удалось от сноса оставить, и ее тихонечко прикрыли. Просто упраздняли, перестали, это был последний орган, где вот так за одним столом сидели представители городской власти разных департаментов, общественности, эксперты, и могли что-то совместно порешать. И его уже нет. Все. Где-то вот решение опять-таки принимается в черном лече. Типичная, мне кажется, история к отношению власти и города, власти и граждан. Ну, понимаешь, вот у нас же, так сказать, все-таки страна-то единая. Вот я не понимаю, почему в Петербурге такой совет существует и работает, почему на Сахалине такой совет существует и работает, а вот в городе Москве его нет, никому не нужно. Но именно Москва это пространство власти, это исключительное пространство власти чрезвычайного положения, скажем. Какого чрезвычайного воля? Ну, как город, принадлежащий власти. Дело в том, что она, как и в жалинские времена, Москва это как бы вывеска страны. И так же, как большой стиль московский был выражением светлого будущего, коммунистического, идеологическим как бы проектом, так мне кажется, что вот эта самая казарма и зачищенный плац, это идеологическое выражение вот новой России и Москва, как ее вот такое главное место, где этот проект реализуют. Вот казарма, смотрите, сплошной праздник, фестиваль меда, фестиваль, смерть, вот вазоны, все уничтожает, бедные собаки, которых сами же выбросили на улицу, уничтожили. Вот эту всю мелкую торговлю, где можно было зайти в киоск, там что-то купить, и все пользовались, это было удобно, кавказская кухня, там что угодно, все уничтожили. Я не знаю, где в своем районе цветы купить. Вот это зачистка той жизни, да. Всего, во всех проявлениях. И это подгонка города под ранжер представления европейской столицы. Я думаю. Ну, что они там думают, я не знаю. А по моему ощущению, это как раз отражение вот тех процессов, которые идут в стране. И то, собственно, что вот важно, извините, на чем стоит презентировать. Вот сказано, Борислав, Москва, вывеска страны, безусловно, это витрина. Москва-столица это не вотчина городских властей или властей одного субъекта. А парадокс в том, что федеральная власть вот как при Лужкове не вмешивалась в то, что происходит в архитектурно-геродостроительном плане вокруг Кремля, так и сейчас не вмешивается. Как будто ей вот все равно. Вотчина. Вотчина и поместья. Вот парадокс. Ну вот да, таким образом, через обсуждение проблем Москвы, города, искусства, живописи, мы вышли на такие большие политические и экономические заключения. Но тем не менее, пока этот город еще существует в каких-то своих складках, уголках, закоулках, в этой такой нескладной угловатости Москвы, которая очень хорошо, мне кажется, запечатлена на полотнах Аристарха Лентулова, выставка которого тоже будет этим летом в Москве. Москва, она там существует. Как существует она на картинах Семенов и Бесович, которые выставлены в музее Москвы при содействии галереи Реджина, куда мы вас всех от души и зовем. Спасибо, Семен Фабисович, Константин Михайлов, меня зовут Сергей Медведев, это программа «Археология». Смотрите и слушайте Радио Свобода.